друзья всем привет я немного извиняюсь вчера даже комментарии не почитал я просто выпал сейчас на больничном 38 и 9 температура что на улице что у меня но сейчас 9 утра 30 градусов тепла сейчас выпил ибупрофен если я не ошибаюсь от температуры выжил прогуляться по улице что вообще вчера просто весь день пролежал не знаю что случилось рвота и температура так что извините я немножко выпал из чата там просчитал комментарий сейчас огород показать огород мячик из бассейна улетел надо сейчас отнести вот на огороде малинка начнем с малиной подвязываю подвязываю но она все равно так вот разваливается то я весной натягивал проволоку здесь малинка цветет с одной стороны вроде бы вот этот мне не нравится то что то так она висит в стороны вот ее можно вырвать я вот здесь а так вот и сделал а тут более-менее либо можно пройти вот я здесь подвязала так вот круто сделал думал все так сделать но с другой стороны когда она так вот во все стороны развались то она затеняет ягоды может сегодня ягоды нарвем малинки в общем здесь у меня начинается с малиной огород тут еще три ряда я в этом году посадил тоже только начинается малина heritage сорт называется там у нас абрикос ну не абрикос я думал что это абрикос оказалось это жердиола хотя довольно крупная сладкая сегодня у нас небольшой ветерок поднялся так вот у нас абрикос валяется на земле прям абрикос жердиолый можно сказать как мусор когда-то помню геленджике сочи там там у них форма валяется мандарины я такой мало а вот некоторые даже абрикос здесь у нас пока малина не густая прямо здесь нас огурчики вот кстати он прям по малинке маринка небольшой день для них делает и а там вот мы немножко огурчиков побросали здесь у нас рядок морковь и дальше свекла здесь был лук уже убрали а тут томаты баклажанчик один тут между томатами уже несколько помидорок своих съели как бы довольно много завязи дальше у нас идет бахча арбузы ждем свои арбузы вот они еще маленькие ряд клубники если не ошибаюсь азия если азия это даже не клубника земляника здесь кукурузу садил но вот так вот она взошла это кукуруза которая попкорн жарить ну картофель который уже надо убирать это слива поздняя самая поздняя почти до морозов она созревает очень много осыпается все усыпано просто персик вот они персики он такой в этом году переболевший черешня несколько черешень кукуруза кукурузу садили с фасолью фасоль можно повырывать кукуруза но не будет с толку с ней вообще никакого где-то чуть выше выросла в общем кукуруза нет кукуруза не поливали кукуруза и не выросла так вот это я не скажу то наверное нут правильно называется да но здесь поливается надеемся что-то будет перчик болгарский баклажанчики самое шикарное яблоня которое у нас слава победителю она вся высыпана в этом году яблоками в прошлом году не было тоже яблоки осыпаются овечьей кормим клубничка тоже клубничка страдает там вот дальше тоже есть но она без полива очень большая засуха в этом году инжир вот вот уже первые плоды в этом году замерз на корню это все от корня отходило полностью замерз ты в продолжении что вот комментарий был обзор огорода сделать огород в этом году скудный у нас хризантемки три ряда одна зацвела раньше времени это мультифлора ну там у нас вишни черешни сливы фундук несколько деревьев фундука это вот картофель который я недавно посадил на тоже сольняк прорвать овечкам здесь очень интересная слива что-то прошелся с вами по огороду здесь тоже яблонька уже созрела можно так сказать осыпается прошелся и подустал вообще не люблю брать больничные так вот это по-моему самое такое когда вот жара еще и болеешь это вообще сейчас вот я под орехом такой вот шикарный орех грецкий груша вон кстати колодец второй колодец он у меня люком накрыт вот в нем стоит насос для полива вот здесь вот это чернослив во дворе вот перед домом тоже он посыпался прям хорошо фундук хороший фундук на огороде тоже такой посажен яблочки тут еще одна яблоня не одна а две вот все свое родное а че ты котлету не взял я не буду котлету я боюсь кушать хочу шарлотку приготовить так много яблок да яблочки свои пока еще есть можно приготовить да кстати пока еще я потом залью я не знаю получится но так останется интересно форму тесто а че не останется ну все наверно сверху тестом залью а потом просто перевернуть хочу перевернуть ну да это будет сверху когда приготовится да когда приготовится у нас сегодня еще абрикосовый компот из своих абрикосов вкусно пахнет оладушки я еще яйца отварила может думаю салат сделаю вот с огурцами банк огурцов то ли ну и так закрыто не герметично а скоро я салат какой-нибудь сделаю помогла да конечно кто помогла я кто я я и папа интересно приготовилась сейчас проверю проверила когда первый раз она у меня не до конца пропекло снизу пришлось еще раз ее поставить сейчас уже она пропеклось поднялось сейчас покажу в разрезе как оно у меня получилось тесто у меня тут 6666 яиц 6 столовых ложек сахара и 6 столовых ложек муки яйца сначала взбиваю тарелочку 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 ух какой высокий тарелка подойдет Говорят, горячим нельзя его, надо чтобы он остыл, пусть остывает. Выходите. Я выпускаю вас на волю, выросли уже все. Уже большие вон какие, почти как мамка, хорошо выросли, хорошая корма. Подмешивал, по-моему, выходит рост бролерский, старт, старт, бролерский старт, с пшеницей пополам. Маманя вышла, короче, ждем детей. Собрали малинки. В общем, друзья, что со мной было, я как бы уже прихожу в себя, 4 дня больничного, завтра на работу, температура была 38,8, вот так вот, ну, короче, тошнота ужасная. Ну, что-то, видать, немытое съел, у нас вот столько немытого на деревьях растет. Что-то попалось, короче, нехорошее, вот, и, короче, я вышел из строя аж на 4 дня. Два дня вообще ничего не мог есть, тошнило, вот, ну, пошел в больницу, как бы прописали таблеток кучу, сказали, не поможет, положим в больницу, ну, вроде помогло, еще на 100% не скажу, что уже полностью все, но уже жаропонижающее не пью, вот, прихожу в себя потихоньку, уже начал, два дня почти на улицу не выходил, как бы под кондиционером, в общем, болел, прям по-настоящему поболел, вот, так что, извиняюсь, выпал из чата вообще, вот так вот бывает, прихожу в себя, вот, малины нарвали, малину, целую неделю не рвал малину.